Продолжение следует... 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 иметь также большие печальные последствия для мировой экономики, ведь рост издержек может нарушить цепочки поставок, особенно у крупных транснациональных компаний. И этому будут особенно подвержены технологические и автомобильные сектора, производство которых расположено в Китае. Тем не менее, доллар у нас негативно реагирует на развитие этого торгового спора. В пятницу у нас он снижается практически против всех основных валют. Потихоньку начинается ликвидация оппозиции перед концом этой недели, так как ожидаются возможные сюрпризы Трампа в Твиттере или еще какие-то дополнительные новости по торговой войне. Угроза новых тарифов прежде всего вынудит менеджеров американских компаний отложить решение по капитальным вложениям, то есть это у нас повлечет снижение спроса на инвестиции в американской экономике, что отрицательно отразится на доходности. Уверенный курс на ужесточение политики ФРС лишь сопутствует развитию подобных ожиданий. Фунт Стерлинг взял у нас курс на повышение. Пара Фунт Стерлинг у нас укрепилась в конце недели, что в принципе совпадает с динамикой других основных валют против доллара. Повышение, укрепление фунта произошло на фоне решения Банка Англии вчера по процентной ставке, где он не внес изменений в денежную политику, но обычным сигналом у нас послужил результаты голосования по процентной ставке, где 6 чиновников высказались против повышения и 3 за, что позволяет формировать ожидания на повышение ставки в августе. Часть не согласна к сохранению мягкой политики, видит возможность для ужесточения из-за разворота в политике ЦБ, так как Евросоюз у нас является главным торговым партнером Великобритании, доля Евросоюза в экспорте Великобритании составляет 44%, розничные продажи в Англии, которые значительно превысили прогноз в мае, также убеждают в стабильности внутреннего потребительского спроса, порождая спекуляции о временном влиянии негативных факторов, главным из которых остается удорожание фунта на инфляцию. Сейчас, когда перекупленность фунта сошла на нет, благодаря вербальной интервенции Марка Карни перед заседанием в мае, который остудил инвесторов, покупателей фунта, и сохранение фунта в диапазоне 1.32-1.36 у нас в августе позволит Банку Англии повысить ставку в более комфортных условиях. Заседание регулятора в четверг у нас вскрыло необходимые для рынков разногласия чиновников, что позволило фунту уверенно оттолкнуться от уровня 1.32-1.50 сегодня в пятницу и позволяю предположить, что британская валюта накопила все-таки некоторый импульс для укрепления, который вероятно расширится, продолжится на следующей неделе. Ключевой уровень, который вряд ли смогут преодолеть покупателей, это уровень 1.34-1.35, и до достижения этого уровня фунт стерлинг будет у нас сохранять потенциал для роста против доллара. Ипотечный рынок в США у нас разочаровал вчера, не оправдал ожидания. У нас вышла вчера статистика по индексу цен на жилье, как видите, не оправдал ожидания. В апреле данный показатель замедлился до уровня 0.1%, хотя у нас прогнозы стали 0.5%. Большая часть потребительского потенциала в США скрыта в спросе на жилье, на недвижимость и товары длительного потребления, ведь в решениях потребителей о покупке жилья также заключены ожидания о будущих доходах. Базовый у нас показатель, как я уже сказал, состояло 0.1%, и по сравнению с мартом он также продемонстрировал важную динамику, как видите, мартовские показатели у нас были пересмотрены в сторону повышения всего до 0.2%, и это разбавило темными красками радужные перспективы американской экономики. Что касается европейских индикаторов по производственной активности в секторе услуг, то сегодня они по большей части оправдали ожидания, некоторые даже превысили у нас прогнозы, и это внесло свой вклад в укрепление евро. Корпоративная среда Европы сейчас борется с неопределенностью, связанную с попытками США отгородиться от мировой торговли. Повышение производственных индикаторов активности в еврозоне может говорить об улучшении ситуации с внутренним потребительским спросом к данным, по которым у нас является чувствительным Европейский центральный банк. И если будут получены данные по росту также внутреннего кредитования, которое у нас значительно отстает от всех других экономических показателей, то это придаст европейской валюте больше уверенности, ведь прогноз ЕЦБ по процентной ставке, который он высказал на прошедшем заседании и высказал на прогноз на год вперед, он может быть скорректирован в сторону улучшения. На этом фоне укрепление евро на следующей неделе выглядит весьма вероятным событием и также на фоне снижения доллара, который у нас сейчас погружается во мрак из-за ухудшения ожиданий по американской экономике. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Встретимся с вами в понедельник.